Итак, мы на следующей части той площадки, которую мы увидели в предыдущем дворе, это тоже входит в контракт за 2 миллиона рублей. Соответственно, что мы здесь увидим? Мы увидим, что здесь сброшены, просто оборудованы для занятий спортом, безкрепленные, без навеса, то есть, видимо, на том навесе деньги закончились, но этот навес не хватило. И мы видим, что прошло всего два года, здесь уже сняты все ограждения у футбольной площадки, но, соответственно, фактически, нам пришел один год, и стали смотреть, какие были гарантийные обязательства, но это точно должно быть восстановлено. К нам подошел, соответственно, местный жизни, который готовит рассказать чуть-чуть подробнее. Здравствуйте, меня зовут Александр, я вот непосредственно на этой площадке постоянно провожу время, занимаюсь сам лично, потом ребенок здесь играет. И вот первые проблемы, какие у меня возникают, это вот отсутствие ограждения. Ребята играют в футбол, маленькие дети бегают, постоянно получают мячиком, ну, футбольный мячик, это, ну, сильный удар достаточно. При мне такие случаи были. Ну, своего ребенка я оградил, конечно, вот это вот потом гулять здесь перестали, но как минимум уже для того, чтобы заниматься спортом и играть в футбол одновременно, здесь это не получается. Вот эти тренажеры, ну, вот я здесь два года занимаюсь, да, на этой площадке. О, не два, ну, тут вторник еще был, когда ничего не было, я занимался, скажем так. Вот на этих вот тренажерах очень редко кто-то занимается. Вот человек, который занимается спортом, они, в принципе, непригодны для чего, я могу сказать. На них в основном курят, сидят, отдыхают, ну, проще лавочки было поставить, ну, на крайних. То есть, либо нормальные тренажеры, там, не знаю. Что касается по брусьям, вот, ширина брусьев, ну, тут некуда, я не знаю, на кого это сделано, это очень физически сильным человеком нужно быть, чтобы на них что-то выполнить. То есть, такие нормы были, когда эти брусья закладывали, тоже непонятно. Ну, и вот по аналогу с другими городами, Тамбов, Москва, ну, потому что я по работе часто ездию, могу так сказать, нет напольного покрытия, это раз. Здесь, ну, под всех, под тренажерами, под такими, должно быть напольное покрытие обязательно. Чтобы дождик прошел, можно было заниматься. Здесь, сейчас, слава богу, вот эта, какая-то щебенка улеглась, а до этого ты, говоря, отжимаешься, и тебе пыль уделяется улетит, то есть, как, ее просто положили сюда, выкинули, вот она, видна под ногами. Сейчас уже просто мокренькая, поэтому нормально. Что еще? Высота. Так как это баскетбольная площадка и футбольная, да, высота вот этих вот стоек должна быть в два раза больше. То есть, они должны быть выше баскетбольного кольца. То есть, и вот, и вот, само крепление, которое здесь вот, на этих вот стоиках, да, оно должно быть другим, оно должно быть сварным. Потому что, ребята, вот можно подумать, что тут, типа, такие вандалы все поломали. Нет. Это обычный удар мяча об сетку. Ну, и в процессе игры ребята, может быть, касаются, да, ну, там, плечом. То есть, это, ну, не знаю, для чего это делать, для детского садика, наверное, чтобы маленькие детишки играли, вот там можно, вольерчик такой. Но это не получается для баскетбольной игры взрослых людей. Ну, в принципе. Ну, и по тренажерам тоже. Они плохо закреплены, все шатаются, болтаются. То есть, с аналогом того же Тамбова, ну, Подмосковье и Москвы рядом не стоит. Хотя там, в принципе, я думаю, такие же проекты аналогичные, ничем не отличаются. Ну, в принципе, все. Как вас зовут? Александр. Фамилия? Терехов. Терехов. Терехов Александр, да. Можно вас? Можно отдельно. Пойтись, да, отдельно. Да.